Всем привет! Жара! Хабиб станет тренером как отец? Реакция Токтарова на отставку Хабиба, учитывая их непонятки в прошлом, какой он дал совет? Что Махачев ответил Конору? Почему бой Волкановский Артега отменен? Всем хорошего настроения! Будет интересно! Поехали! Олег Токтаров обратился с напутственными словами к Хабибу, уже есть реакция болельщиков на это, но давайте обо всем по порядку. Сначала слова Николаевича. Желаю интересного и насыщенного времени вне профессионального спорта. Найти себя. Не у всех это получается. И больше работать с молодежью, независимо от рода, занятий и бизнеса. И пара-тройка комментов, друзья, на все это. Искренне радоваться за другого человека – это дорогого стоит и не каждому дано. Олег Николаевич – чемпион во всех смыслах. Еще один коммент. Олег Николаевич, как всегда, все по-душевному просто. Да имеющий уши услышит, да сияющий глаза увидит и только имеющий дух поймет. И еще парочку комментов. Тяж и легковес. Найди кто. У него комплекция, как у вас, Николаевич. Махачев ответил Макгрегору. Ранее Макгрегор заявил, что именно он является причиной популярности «Орла». Счастливого выхода на пенсию, малыш. Никогда не забывай, кто пришел в игру и сделал тебя. Прямо из моих больших ирландских яиц. Помните, ребята, если вы так сильно ненавидите гонять вес, все, что вам нужно сделать – это подняться на дивизион выше. Благословит тебя Бог. Написал Макгрегор у себя в инстаграме. И вот ответ друга Хабиба Махачева. Если Дана Уайт и его команда не захотят, ты даже если будешь выигрывать, то ничего не добьешься. Если они тебя не захотят качать, ты так ничего и не заработаешь. Есть много бойцов, кто дрался с Конором, громкие бои проводили, но они не получили такой славы, таких денег, как Хабиб. Нурмагомедов стал интересен UFC, поэтому так все получилось. Это были слова Ислама Махачева. Кстати, по словам Хабиба, Махачев в июне или июле возглавит турнир UFC. Это впервые, так что очень интересно и будем, конечно же, за всем этим следить. В июне или в июле бой Ислама впервые возглавит турнир, говорит Хабиб. У него победная серия из семи поединков в конце 2021 года или в первые месяцы 2022. Он будет претендентом на титул в легком весе. Вот такие планы. Что думаете? Согласны? Напишите ваше мнение в комментах. Двигаемся дальше. Фергюсон записал себе в актив победу над Хабибом. Вот что написал он у себя в твиттер. Али, я принял устную сдачу твоего толстяка-клиента. Теперь это 29-1. Пусть продолжает уклоняться от боев и быть унылой вткай. И обратился к менеджеру Орла, который посоветовал ему уделять больше внимания грэплингу и джиу-джитсу. Вражда, как видим, между лагерями продолжается и даже после ухода Хабиба ничего не утихло. К следующей новости. Нурмагомедов признался, что завершил карьеру ради матери. В интервью из Пен он сказал, что очень сложно отказаться от всего, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире и у тебя есть деньги. Он надеется, что люди поддержат это решение, поймут. «Мне нужно остановиться, чувствую, что каждый бой, каждый тренировочный лагерь отнимает годы у моей матери». Это были слова Хабиба. Так что он не стал перечить матери и, надо сказать, правильно сделал. Легенда. Бой Александр Волкановский и Брайан Артега отменен. До турнира UFC 260 остается всего 7 дней. Да куда там? Того меньше. У Волкановского положительный результат на ковид. Он рассказал об этом у себя в социальных сетях. В последний раз Артега выигрывал у Чан Сунжона в октябре 2020. Это был его первый бой после поражения от Холуэя в титульнике в декабре 2018. Теперь, судя по всему, Артеге придется ждать еще. Александру Волкановске пожелаем здоровья, выздоравливай поскорее. И вот как выглядит полный файт-карт турнира. Давайте посмотрим. Двигаемся дальше. Хабиб Нурмагомедов, несомненно, одна из самых ярких звезд UFC всех времен. Но, несмотря на то, что в профессиональном послужном списке Хабиба нет потерь, на самом деле он проигрывал в любительской карьере в боевом самбо. В 2003 году, когда Хабибу было всего 17 лет, случилось первое поражение. Соперником стал Магомед Ибрагимов, представляющий Чечню. В ролике, который сейчас начал распространяться в интернете, вы можете увидеть, как молодой Хабиб терпит неудачу. Хабиб заплакал после поражения по окончании боя. Ибрагимов объявляется победителем по очкам, а расстроенный Хабиб в слезах падает на колени. Кстати, Ибрагимов – выдающийся борец, который в 2016 году выиграл бронзу на Олимпийских играх в Рио, а два года спустя – бронзу на чемпионате Азии. Двигаемся дальше. Хабиб хочет тренировать бывшего чемпиона UFC в среднем весе к его возвращению в октагон. Рокхолд собирается вернуться в UFC и предложение Орла о помощи как нельзя кстати. Орел хочет сыграть важную роль в возвращении Рокхолда. Тот сказал, что Хабиб стремится стать тренером года и хочет пойти по стопам отца. Давайте послушаем. Сейчас он берет на себя эту роль тренера. Он такой, ты не можешь быть боссом? Я должен тебя тренировать. Он набросился на меня, желая тренировать сейчас. Он хочет сыграть важную роль в моем возвращении. Он собирается стать тренером года. Это то, чего он хочет. Он хочет стать следующим великим человеком и пойти по стопам своего отца. Это то, чего его отец всегда делал. Рокхолд пока не говорит ни да, ни нет. Сказал, что рассмотрит это предложение, так что будем ждать от него ответа. Вот такой получился у нас с вами, друзья, выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Согласны с Токтаровым или нет? Как думаете, будет ли Хабиб успешным тренером? Напишите в комментах. Всем спасибо. Скоро увидимся. Пока.